газконтроль при отсутствии света работает в штатном режиме работает отлично но сбивается время на циферблате хотя это мелочь всем привет это небольшой обзор комбинированной плиты байс гауф k2 k 59 выбирал я очень дотошно течение двух месяцев рассматривал разные варианты читал кучу информации смотрел гефесты хансы дарины выбор мой пал сначала на гефесты серии 51 но в последний момент я все-таки решил взять именно эту модель главное чем руководствоваться при выборе первую очередь это наличие газконтроля так как семье растет ребенок и уже пора учиться пользоваться газовой плитой на озоне цена на эту плитку было примерно 25 тысяч рублей однако в мой регион крупногабарита доставки нет пришлось заказать через корпорацию центр ждал три недели и ценник вышел 32 тысячи у этой плитки полный газ контроль вернее контроль верхних комфорок и низ у нее духовка электрическая потребление духовки нижний тэн 1 и 2 киловатта верхней 0 8 киловатт и того максимально 2 киловатта функция гриль потребление полтора киловатта пришла на вот так вот коробки транспортировочные щиты узел довольно таки неплохой здесь были еще дополнительно стойки в общем пришла плитка в полной целости и сохранности комплектации были жиклера на сжиженный и на природный газ и также регулировочные ножки регулировка по высоте что уж осталось только дождаться вернее пройти квест под названием подключить плитку официально и дальше оценить ее работу ну что ж квест пройден газовая плита подключена на все про все ушло примерно месяц две недели я ждал акта заключения о работоспособности вытяжки ответили сыновщиков через две недели акт получил на руки сделал ксерокопию уже в электронной форме отправил заявку своему поставщику газа и тот уже в свою очередь через две недели отправил ко мне мастера который установил плиту по цене 2320 рублей это замена плиты и плюс мелочевка шланг газовый полтора метра 75 рублей 1 штуцер 62 хомута пользуюсь этой плиткой уже месяц и есть о чем рассказать хочу сказать что в целом я приобретением остался очень доволен критерии моего выбора были следующие первую очередь это конечно газ контроль и скорость его срабатывания смотрел много отзывов скажем так на эту модель их немного но все-таки какие-то есть газ контроль время прогрева самого датчика примерно 45 секунд это очень даже комфортно и мы к этому довольно таки быстро привыкли около пяти секунд как видим оперативное включение и теперь давайте проверим через какое время сработает газ контроль после того как допустим за зальет пламя ну приблизительное время выключения около 15 секунд если я правильно посчитал хотя указано если не ошибаюсь инструкция около 90 15 секунд это вообще красота так что газ контроль здесь работает на высшем уровне не знаю насколько его хватит но на сегодняшний день работа просто замечательно далее из плюсов это чугунные решетки довольно мощные красиво смотрится сама плитка смотрится очень даже симпатично крышка стеклянная отрегулирована так что просто так крышка не упадет допустим вот таком положении если ее отпустить как видим какой-то там тормоз имеется и крышка не захлапывается только по своим весом где-то в этот момент откидывается на силу приблизительно на 100 градусов но даже при таком положении сама по себе она просто не захлопнется далее ручки ручки выбирал именно что плита была с такими ручками это один из один из вариантов которые рассматривал в первую очередь на мой взгляд такие объемные они гораздо интереснее ну в принципе это на вкус и цвет как говорится товарища нет далее духовка духовка электрическая пользуемся в общем-то мы духовкой мало объем 50 литров эту я только включал для прогрева проверял работоспособность ценник за месячный платеж на газ пришел на 50 рублей меньше стояла у меня вся газовая сейчас так как духовка электрическая и ценник стал чуть чуть дешевле счетчиков у нас нет из плюсов это то что есть электронное табло с временем кнопки они не торчат как у гефеста не какой-то модели по моему 51 точно уже не помню но рассматривал модель где кнопки в виде грибков здесь же нет они механические как бы очень аккуратные единственный пожалуй минус это то чтобы выключить допустим поставить какой-то таймер пищалку по времени это надо заходить в меню этих часов и уже после часов настраивается выключение сейчас я продемонстрирую допустим включаем мы духовку для того чтобы включить сначала нужно выбрать режим несколько режимов инструкции указано что к чему режима где можно включить отдельно нижний тен верхний тен совместно в общем сначала выбираем режим режим выбран включилась подсветка но температуру плитка пока не набирает температуру мы включаем уже отдельно вот допустим выставил 110 градусов и только после этой манипуляции духовка начнет греть можно установить таймер на отключение духовки надо три раза нажать на кнопку допустим можно выставить через час можно поминутно выставляю одну минуту пуск все процесс пошел через одну минуту духовка должна сама автоматически выключиться и будет звуковой сигнал есть ящик для посуды регулировочные ножки размеры 50 на 60 при первом включении духовки после того как духовка остывала остывала были слышны какие-то звуки щелчки я даже не знаю как это описать но как будто какое-то движение металла какие-то такие нездоровые звуки но я думаю что это расширение металла потом металл опять сужается после того как набрал температуру и происходит какие-то вот эти вот своеобразные щелчки вот как видим сработал таймер отключил духовку и идет звуковой сигнал духовку выключить также в инструкции указано что с помощью этого таймера можно отключить их какую-то крайнюю заднюю комфорку но сколько я не пытался такой функции здесь явно нет есть только что если мы включили комфорку настроили таймер на определенное время то по завершении этого времени сработает звуковой сигнал в общем то все заключение хотел бы сказать что плиткой на сегодняшний день я уже повторюсь доволен на все сто процентов и имейте ввиду кто встал перед выбором какую выбрать плитку с газ-контролем канал может пригодиться всем удачи